Вообще-то, если говорить серьезно, то, я не знаю, вы, конечно, помните, я тоже отлично помню, что, ну, как вы говорите, сто лет назад, была моя какая-то статейка про вас в каком-то журнальчике. Моя статейка в журнальчике была очень хорошая статья. Да. И вы за нее получили премию. Ах, так, даже, да-да-да. Это я помню. Да, да, а они отметили, как, в общем... Она, у нее название было? Название было «Почему я вас люблю?» Да, за что я... за что я люблю Рензелина. Да, да, ну, ну, вроде я там сказал, не помните ли вы, может быть, что, ах, если бы у меня было побольше времени, я бы мог рассказать об Ирине очень много интересного, и думаю, что это было бы интересно очень многим. Я вот вас так перебью, потому что меня это вот не увлекает. Ну, что об этом думают другие? Ирина Зеленая – это же ведь не просто актриса, это личность. А то ведь бывает, появляется молодая актриса, а они уже делают картины. Вот, например. Спасибо. Спасибо. Рензелина Зеленая – великолепная, чудесная, самая милая, самая лучшая. И вообще, по-моему, человек, она очень добрая, как актриса, удивительная, талантливая, главное, ни на кого не похожа. Характер актрисы, ее суть какая-то душевная, она, безусловно, особенно у Рены Васильевны Зеленой, она видна зрителю, понятно, интересно. Когда я был маленький, у меня был такой зеленый патефон старый, и там были старые детские пластинки. И я до сих пор помню, как я с наслаждением их слышал. И вот сейчас даже по телевизору, когда я вижу Рену Зеленую, я думаю, что ко мне возвращается детство. Рену Зеленая, сколько мне приходилось ее видеть по телевизору, слышать по радио, она всегда была очень искренняя. Спасибо. Ой, так неожиданно. У нее все просто, и поэтому я ее очень люблю, очень. Какие чувства вы испытываете при произнесении этого имени? Что-то такое очень свое, очень теплое, органически связанное с детством, очень уютное. Затянулось бурой тиной, гладь старинного пруда. Ах, была как буратино, я когда-то молода, был беспечным и наивным, черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось диво, триста лет тому назад. Юный друг, всегда будь юный. Ты взрослеть не торопись, будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся, не в покое. Вот я сама с детства помню ее первые фильмы, которые видела по телевизору, еще по старому маленькому телевизору. И одна, наверное, из первых актрис, которых я вот знала, что это Рина Зеленая. Вы знаете, у меня с Риной Зеленой связаны впечатления детства моего. Ну, я помню ее такой добрый, в общем-то, ее мягкий такой голос. Он всегда производил у меня такого впечатления, такого чего-то доброго, очень искреннего. Мне вообще-то очень хотелось, чтобы у меня была такая бабушка. Там на большой высоте даже сказать страшно, где звезды висят, как будто апельсины. А между звезд, между звезд, затравший хвост, пышный хвост, ходят кометы, важно, как павлины. А на луне, на луне, едет медведь на слоне, лунный медведь, голубенькие глазки. При нынешней технике вы не заметите, как будет снят этот фильм. Был бы снят. Сами вы решили, вы сами и придумываете, что вы там будете говорить. Решительно отказывается. Рина, представьте себе, что есть, скажем, ну, естественно, будет раздел театр. Еще до ваших личных выступлений на странице. Театр, все мои театры исчезли абсолютно, потому что от театров не осталось ничего. А вот и нет. Я в Большом театре ни разу не работала, а эти маленькие книги уже больше нет. Вы представляете себе, сколько интереснейших есть вещей именно в этих театрах. Я очень люблю. Ирина Зеленая. Она замечательная комедийная актриса. Вот я помню, как она, например, говорила, играла такую избалованную дамочку. Она говорила так, я люблю одеваться на гудорте бдосто и гдосиво. Ничего лишнего. Сейчас будет выступать народная артистка Российской Федерации Рина Зеленая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А ведь так вот у вас очки, у меня очки. Я говорю, ну вот в статье своей, в той знаменитой статье, за что вы меня любите, вы писали, значит, то, что я якобы люблю детей. Якобы, ну да, я, конечно, так и написал, якобы. Эти дети, это было, конечно, это было открытие. Бесспорно. Это было открытие, потому что... Это было ужасно неожиданно и для сцены, и для... Да, потому что вот сама камерность этого, она была, я никогда не верила, что это может перейти через рамку рамку. Как я решилась, как я могла решиться о них рассказывать. Но вот это самая трудная роль и самое трудное перевоплощение. У меня ведь даже нет старых пластинок. При моем синячем росте, не угрызь меня толстой кости. Я в сильнее прочих блюд, мне эти пончики люблю. Да никак не купишь их, жаробутков никаких. Да, у прочих же я эту злюню, тёс сидит, глотает тлюню. Не стерпел, подпрыгнув, коп, пился пончиковый бок. Подошла, а там лягушка, и не зеленая, а просто. Я представилась, что рада, а теперь я всё тоскую. Мне рискованной не надо. Я хочу любить живую. Я понимаю, что она не красавица, но раз, если она мне нравится. Попросите, пожалуйста, Адочку. Адочка, приходи сегодня ко мне на мои рождения. Только, пожалуйста, не надо никаких подарков. Мне мама так велила сказать. Мама подарила мне апельсиновое платье. Чувствую мне такой цвет к лицу, у меня чёрные брови. Нет, тебе не к лицу, у тебя бровей совсем нету. Ты знаешь, ты была белокурицей. Ты белокурицей, а у тебя совсем бровей нету. Нет, не вызорили у вас, что паровое утопление брови от утопления никогда не вызорают. Чего? Чего ты зелено чихаешь, у тебя чахотка, что ли? Чего, думаю, она мне хотела принести на мое рождение. Нет, Адочка, такую куклу мне не надо. Почему же я, знаешь, какую куклу хотела, пищалочную, чтобы она говорила. Ну, до свидания, Адочка, а то мне некогда. И вот теперь мы начали разговор о детях, я очень-очень много о них говорила, я много о них писала. Я вам не рассказывала, как маленький человек сказал, значит, моей приятельнице, её внук, он сказал, ты представляешь себе, наша воспитательница никогда не видела, никогда не видела лошади. Я говорю, ну, как, почему, ну, почему ты думаешь, почему. Ты знаешь, ты знаешь, Валя, я нарисовал, показал ей лошадь, она сказала, что это такое. Это дивно, это замечательно, это замечательно, вообще никогда не в ход их мысли, ход их собрания. Нет, не в том, что прекрасно, вообще человек, он показывает лошадь, и она спросила, что это такое. Книга от двух до пяти будет дописываться вечно. Я с Корнеем Ивановичем постоянно дружила, в общем, так можно сказать, что я служила ему верой и правдой. Я уж не говорю про костры, на которых я горела, и на воротах дачи большой плакат, на котором детскими огромными каракулями написано «Сегодня костёр, на костре Арина Зелёная». И продолжались эти костры, и были всякие такие вещи, что, например, вдруг в этот день начинал идти дождь, и всё это под страшным ударом было. А ведь это не были праздники, которые дети запоминали на всю жизнь. И из них, из многих даже выросли, наверное, хорошие люди, потому что там было так интересно. Самым замечательным, самым прекрасным, красивым, молодым был Корней Иванович. Он веселился больше всех детей. Его нельзя было увезти с этого участка, где Михалков зажигал костёр, и, наконец, уж слава Богу, дети начинали понемногу расходиться. А когда, значит, был сильный дождь, тогда выходила, значит, я и говорила Чуковским, ничего, не волнуйтесь, всё будет хорошо. Я пойду на сцену и буду читать, пока не кончится дождь. Я читала, дождик мне лился прямо в рот, и я, как бывший верующий человек, наконец, просто просила Бога, чтобы он остановил дождь, чтобы он просто не срывал это мероприятие. На этих кострах бывали замечательные люди. Портов, Кассиль, Михалков. И ваш милейший друг Валентин Берестов тоже там бывал. И она всё время меня читала, стихи, которых я не знал, стихи Заболоцкого, стихи Олейникова, очень смешные, под сводом. Смородины красные живут 115 жучков, зелёный кузнечик прекрасный, четыре блохи и 15 сверчков, Каким они воздухом дышат, как вкусно, как сытно едят, как пышно над ними колышет смородина свой виноград. Я смеялся, говорил, какие смешные стихи. Она говорила, ну как ты меня огорчаешь, ты ничего не понимаешь, это божественной красоты лирика. Что касается лирики, тут есть что вспомнить. Мужем Гаврила женам изменял. Ну как начало? В общем, хорошо. Но не хорошо. Мы молодёжный журнал. А вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну, где вы видели, чтобы мужья изменяли жёнам? Я лично такого совершенно не помню. Потому что это же наши мужья, это же наши жёны. Это абсолютно нетипично. Правильно. Я тоже много об этом думал. У меня есть другой вариант. Гаврила был примерным мужем. Гаврила женам верен был. Вот. Вот это гораздо лучше. И заметьте, намного острее. Замечательный редакторский талант. Несколько мешает Ирине Васильевне, когда она сама пишет. Пишет она, я глубоко в этом убеждён, с самого начала сразу у неё всё получается прекрасно. У меня есть друг, прекрасный человек, живёт он в Перми. И он просил меня, зная, что я с вами в дружбе, чтобы я у вас выхлечил для него экземпляр. Сделайте эту милость. Просто вы сделаете божеское. Нет, вы-то сами-то лучше меня же знаете, какое положение дело. Но у вас, ну что-то есть у вас. Нет, у меня что-то нет. Я понимаю, что я говорю ужасное, но тем не менее. Нет, я вам сейчас вот открою книжку, что у меня есть. У меня есть моя книжка. Да. Которую я вот всегда прячу, даже вы пришли. Я и то её спрятала, чтобы просто случайно вы бы не захватили собой. Вот эту книжку я вам не могу отдать. Что там написано? Технологи, механики, наборчики, печатники, переплётчики. Вот это мне в типографии, я ездила в другой город. Конечно, есть и дирекция, вы не думаете, что так вот просто всё. Тут есть и дирекция, но это есть у всех. А это... Да, да, да. Просто все, кто делал книжку. Ну да, конечно, не все. Ну да, понимаю. Мне вот что интересно, Рина. Сядьте. Ну что, что? Я вот что хочу. Вот там есть карта. А, карта. Да. А, вот она. Карта есть. Карта. Вот вашего маршрута на северный... Где она сама, вот карта-то? Ну карта, вы же видали её тогда давно, когда я... Тогда давно, ещё в другой квартире я видел. Ну, а в этой квартире она тоже есть. Да, пойдёмте. Где она есть-то? Пойдём. Книжку я вам отдаю, Рина. Да? Хорошо. Запомните. Значит, я кладу её опять на это место. Угу. Пойдёмте. Пойдёмте, вот, пожалуйста. А, да, да, да. Очки наденьте. Да. Значит, Москва, Череповец, Архангельск. Мы ведь могли бы связаться с Евгением Ивановичем Толстиком, который был начальником этой самой станции. С Верой Дуловой. Это было бы так интересно, Рина. Надо сказать, что Рина Васильевна терпеть не может самолётов. И всегда с ужасом говорила. Я их не люблю, но всегда летаю. Но мы ей уступили место самое лучшее впереди. Она легла. Компания у нас была очень весёлая. Мы очень много смеялись, и когда в особенности раздавался особый взрыв смеха, она тогда так устало оборачивалась и говорила, люди, с чем вы смеётесь? Ведь география давным-давно окончилась, а мы всё летим и летим. Надо сказать, что Рина всегда говорила самые смешные вещи с самым серьёзным видом. Больше года я находился на дрейфующей станции Северный полюс-4. И вдруг мне приходит телеграмма. Просим принять самолёт с группой артистов. Честно говоря, я здорово задумался и послал, что не могу, ибо я опасался, что приедут артисты, самолёт приземлится, пока я их приведу на нашу основную льдину лагерь. Льдина расколется, и останутся у меня на льдине 13 человек-артистов, среди которых есть женщины. Ну, начальство есть начальство. Она заставила всё-таки принять наш самолёт. Стою на аэродроме, подходит самолёт, ну, как всегда делает заход, совершает посадку, открывается дверь, и механик выбрасывает, ну, такую металлическую, знаете, лесенку, Ил-14 самолёт это был. И первый, кто появляется в дверях, это Рина Зелёная. В шубе, в шапке-ушанке, в меховых умтах, боротник поднят, повязан шарфом, вышла, наступила на верхнюю ступеньке лесенки, и вдруг покатилась по лесенке, и оказалась в сидячем положении на льдине. Я им предложил, вам подан трактор, если хотите, пожалуйста, никто не захотел. Нет, мы пойдём пешком. На трактор погрузили только арфу Веры Дуловой. И вот я во главе колонны артистов повёл их через торосы, через трещины в наш лагерь Северный полюс-4. Пришли в лагерь, температура была минус 35 градусов, ну, естественно, концерт. Собираемся в нашей маленькой кают-компании, все мы с удовольствием смотрим на артистов, которые были все высокого класса. Произвела большое впечатление на нас Арина Зелёная своими детскими рассказами, сихотворениями. У всех у нас дети, и некоторых нас в выступлении Арины Зелёной расстроило до слёз. Окончился концерт, и вот мы отправили к аэродрому. И вот в это время Арина мне говорит, Евгений Иванович, кто бы мог подумать, мы с вами рядом идём под рифующей станцией Северный полюс-4. Арина Васильевна, дорогая, кто бы мог подумать, что мы с вами на дрейфующей станции целовались? И с Тикси уже... И с Тикси уже в океан. Уже... О, боже мой! Как же это удивительно! Вот так, вот. И пойдём, значит, мы отсюда просто спокойно уйдём. А кто, кто, кто подписал? Командир корабля Н-559, герой Советского Союза, Михаленко. Никита, вы, Ирине Васильевне, говорите «ты». Каким образом вы стяжали себе это право? Я, честно говоря, даже не помню, как это случилось. Просто для меня никогда не существовало до того момента, пока я не стал просто взрослым человеком, Ирина Васильевна Зелёной. Всегда была Ирина, ты, причём совершенно безобразно, с моей стороны, видимо, с точки зрения младшего обращения к ней. Но, тем не менее, Ирина всегда в нашем доме была чудом. Для меня, во всяком случае, потому что в нашей семье, если какая-то была неприятность, связанная со мной, для меня, которая могла окончиться плохо, если появилась Ирина, то мгновенно всё переключалось на неё, и для меня это было счастье и спасение. Кроме того, что просто её обожал. Что и продолжаю делать. В книге, Ирина Васильевна, описан эпизод, где вы однажды встали перед нею на колени, в снег, и сказали, даже в азапиле, Рина, ты великая актриса. Было это? Это было, это правда. Я действительно считаю, что ни одно поколение режиссёров имеют право и основание встать на колени перед этой актрисой. Это великая актриса, на мой взгляд. Это не просто слова. Я считаю, что из живущих актрис этого поколения, наверное, Раневская и Зелёная актрисы, которые, когда играют, не представляешь себе, как это сделать. Да, вы посмотрели, поэта. Кафе поэта, я поэтесса. И мажористка. Невероятная фигура, невероятная. Я всегда старалась быть ещё уродливее, чем я в самом деле. Поэтому я увольняла Барта разрешить мне сделать усы. А он на ней из портьеры шан. И сонилось мне, что я маркиза, и что виконт в меня влюблён. Мои малейшие капризы всегда готов исполнить он. Он о любви твердит послушно в камузоле, в белом парике. А я вздыхаю равнодушно и думаю о пастушке. Ах, почему я не пастушка, ах, почему мы не вдвоём. И горько вздрагивает мушка над маленьким пунцовым ртом. пустынам. Давайте гримироваться. Прежде всего её абсолютно не касается, занимаясь я спортом или нет. Совершенно это не должно её касаться. Артист Фенин готов? Готов. У меня один узкорочек. Не важно, следующий. Которого ролевого образа. Артист Фенин просто у вас на строке. Она прежде всего должна мне выдать тапочки, если они мне полагаются, правда? А потом я уже с ними могу делать всё, что мне угодно. В конце я могу с ними просто в них спать. Что вы сделали со своим лицом? Уберём эту деталь. Вы сегодня совершенно на себя не похожи. Что вы говорите? Совершенно не похожи на Никитина, я говорю. Ну, знаете ли. Верунчик, вы уж слишком копируете свой образчик. Эту, как говорят, у нас в институте сушёную акулу. Кого? Кого? Никитину. Ну, знаете ли. Бросьте шутки. Такие шутки, я консультирую. Ну, с артистами так нельзя. Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. еще главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно не годится. Это, я думаю, будет хорошо. Хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4. Но нос. Нос уже совсем в другой конфигурации. Сексапил номер очень похож. Тампончик. Еще тампончик. Довольно. Я достаточно похожа на Никитина без ваших тампончиков. Это вам так кажется. Ну, посмотрите, какое у вас лицо. Какая грубая работа. А мы из вас сделаем настоящую Никитину. Делайте, что хотите. Лина, вы помните, к вам придут Никитин и Таня, и Сергей. Все, Гатя? Одну секундочку. Извините. Сейчас. Да. 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 Ну, приблизительно. Угу. Да, сейчас. Сейчас отгону. Просмотр. Да. Ладно. Ладно. Хорошо. Ага. Генеральная. Все. Все. Извините, пожалуйста. Демочка, нам придется послезавтра ехать на просмотр. Вы сами? В сотруде. Да, да. Да, это студия, которую вы еще, вы еще ее не видели, я тоже. Лина. Ну. Лина, вы когда-нибудь видели эту фотографию с Татьяной Пельцер? Я не только не могу понять, когда это и где это было. Не то восемнадцатый год, не то девятнадцатый год, не то вообще-то восемнадцатое столетие было. в город Пензу приехала. Молодая, молодая. Вот туда это был ее первый сезон. Как раз, по-моему, молодая такая. На лошади она там скакала. Очень. Это было мило. Вот. А так и началось наше знакомство. А потом вы уже встретились в Москве. В то время уже существовал Московский Государственный театр эстрады и миниатюр. Там были интереснейшие была группа актеров в этом театре эстрады и миниатюр. Вот Лина Васильевна Зеленая, Марья Владимировна Миронова, Александр Семенович Минакер. Все это мои друзья. И Аркадий Исаакович Райкин. Да, да, как же. Там была еще миниатюра, где Ирина играла зубного врача, а Райкин пациента. И Ирина Васильевна играла зубного врача, на ней был белый халат, значит, и у нее была горжеточка какая-то, какая-то шапочка, а в кресле у нее сидел больной, и это и был Аркадий Исаакович Райкин, тогда еще совсем молодой, правда, такой же красивый, как и сейчас, и Ирина Васильевна все время разговаривала по телефону, были все время звонки, там были масса всяких смешных реплик, она, например, одному из своих этих клиентов, которые к ней звонили, она говорила, нет, нет, вы не правы, мы вам делали зубы не для еды, а для разговора. это принималось, конечно, эта реплика безумно смешная, смешная, интересная и обаятельная, она ведь могла создавать какие-то, она всегда создает характеры, которые удивительно имеют острый характер, и вместе с тем безумно узнаваемы, жизненные. А ведь с Аркадием Райкиным Рина во время войны была в одной фронтовой бригаде. КОНЕЦ Рина Васильевна или просто Рина Зелёная, какой её знает во всей нашей стране, уникальна, потому что видит и слышит мир по-своему, как Рина Зелёная. Вот и рождается образ, персонаж, наблюдение, которое она необыкновенно артистическая, лично переносит на сцену. Фронт, Северный полюс, стройки, вообще везде, где нужен артист, его участие, его сердце, там Рина Зелёная. Вот, держите, только не дышите, не дышите. Ну, хорошо, я не дышу. Это у меня здесь. Пусть радость, которую вы посылаете людям, возвращается вам старицей и утешает в неизбежных для всякого таланта полосах личной печали. Как прекрасно. Владимир Немирович Данченко. А Немирович Данченко сам вклеивал эту фотографию. Да. Какая прелесть. Господи. Это всё такая крохотная вещь, это такие труды мне предоставляли каждый раз. Я потом ужасно жалела, что я придумала, что я могла вот такой альбом. Это же было бы интересно. Зощенко. Ирина Зелёная, в море солёное, солнцем палёное, славься вовек, в глазках у Риночки нет ни с Ариночки, фасонные ботиночки, вот человек Осеев. Море было чёрное, небо синее, разрывы красные, ракеты жёлтые, СААБы белые, Рино, конечно, зелёные, что такое СААБы, я не знаю, Леонид Соболев. Заключение. Вот я и хочу, я и пришёл с тем, чтобы от вас услышать эти предложения, и чтобы вы... я уж просто вас сразу перебиваю, потому что я не могу отвечать ни за что. Вы что-то придумали, и сами как-либо... нет, прямо не могу я вам ничего сказать. Да? Нет. Ну, хорошо. Не да, а нет. А нет. Это решительно. Хорошо, а если начать сначала, даже с самого начала в кино, любовь и ненависть. прошу, досоветесь, что нет никакого обманства. пире пире капитаном ларо ларо не хочешь, да? На скале стоит чернила, чунили два пира, прощай, папа, прощай, маму, я поезду на Кавказ. Вы должны все время меня поддерживать Сказать, ах да, это замечательно, интересно Это прекрасно, как вы замечательно все это придумали А если вы будете Ну как вы замечательно все это придумали Что вы от меня хотите? Хочу, чтобы вы, значит, хотя бы, так сказать, меня одобрили Я вас одобряю, я вас вполне одобряю Хотя, хотя с этим абсолютно не согласен Представьте, можно было бы показать, сколько вы бегали на экране Вы же обижали, если неземной шар, то Бельгию, Голландию и Лексенбург вместе взяты Как принято говорить в журналистских округах И вот сегодня вы наш спектакль также смотрели И нам также бесконечно это приятно, ваше участие, потому что мы вас любим Я тоже, да, спасибо Книгу вашу читали И, в общем, любое посещение мастера для нас радость И приятно, что вы так с ребятами поговорили Откуда, откуда такая у вас смелость взялась, чтобы хватать людей и ставить спектакль? Нет, ну я их не хватал, приходилось увлекать Хватать это не в моем характере Ну, и я люблю театр, в общем, просто у меня нашлись такие сподвижницы Да, да И, в общем, это, они по объявлению в основном Здесь, конечно, объявили, по всему И, в общем, это, они по объявлению в детстве И, в общем, это, они по объявлению в детстве Что это за монеты? Звучит музыка. Звучит музыка. Ирина, вы понимаете, речь о том, что когда вы протискиваетесь в кадр, вот с таким чем-нибудь... Я прошу вас так не обзывать мою работу в кино, то, что он мне предлагает, то я и делаю. Я ведь знаю вас не первые 15-30 лет. Дело в том, что на всем моем веку вы всю жизнь выцарапывали себе роли и место на экране. И если вы протискивались в кадр, я настаиваю на этом глаголе, вот на две минуты, то потом эта маленькая крошка обрастала таким потрясающим количеством великих подробностей, которые потом это становилось... Эпизодическая роль становилась чем-то таким увлекающим... Ну, говорите, говорите, я очень люблю грубые комплименты, пожалуйста, скажите мне еще что делать. Это люди в зрительном зале запоминали тверже, чем главную роль. Господин Русский, господин Русский, он лежит у меня под кроватью, абсолютно грязный, его можно выбрать? Это кто же у вас лежит под кроватью? Это не я положила, я боюсь его трогать, он может убить. Я спрашиваю, кто у вас лежит под кроватью? Снаряд, такой большой снаряд, о, пожалуйста, он не мешает, но он абсолютно грязный. Его можно вымыть мылом? Не советую. Пожалуйста. Но ведь не было, Ирина, не было в сценарии у авторов этих слов о мытье снарядом мылом, как в фильме «Весна» не было разговоров про тапочки, а ведь это очень важно, а ваша секретарша. Семен Афанасьевич, к вам эта пришла. Ну, вы вызывали ее с ночной смены до Морозова. Давайте я сюда. Подойдите, пожалуйста. Лебедева, где Лебедев, к директору? А что у вас тут такое случилось, точка? Это не у нас случилось, это у вас случилось. Ну, да. Морозова ваша? Ага. Сейчас ее прорабатывать будут. Не может быть. Уйди. Профессор Самохин занят. Чего у него? А эта лекция когда-нибудь кончится? А вы его жена? Нет, это говорит ученый-секретарь. Вы скажите ему, чтобы он не волновался, что все в порядке, что Таня в больнице. Понимаю. Она за йогу. Ну, не йоду, а йогу. Ну, фунтика йогу, кощея, дистрофика. Понимаю. Вот так поэт превратился в мыслителя. Прошу прощения, извините, пожалуйста. Профессор, вам звонили сейчас по телефону, сказали, что все в порядке. Таня в больнице, у нее дистрофия, она ест творожники. Самоха? Она приехала туда, да, она приехала туда вместе с собакой. Она выпила фунт йоду, ей будут делать промывание желудка. Можно даже сделать, вы не представляете себе, Ирина? А представьте себе, что можно сделать раздел ваших домработниц сыгранных. Настя! Не кричи. Ну, чего крик поделить? Мне же тебя мотылет каждый миг с кухней в комнату перепахивать. Вы простите, пожалуйста, Настенька, я ведь не настаиваю, что вы пахали, как мотылек. Но я не могу найти свои блесны. Чего потеряли? Блесны. Это железки-то? Ну, ну, они, где они? Тамара Васильевна, ведром их выбросили, что ли? Как выбросить? Блесны, в ведо выбросить. Не кричи, пожалуйста, я не знала, что это тебе нужно. И невозможно всякую гадость тащить в комнаты. Это же чёртная чёртка. Каждую субботу. Что за хозяева такие не самостоятельные? Никакому порядку не могу их приучить. Прямо всю нервную систему себе здесь истрыпала. Вот, например, жила я. У профессора Утякина. Отпяр! 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 Хорошо. Не начали Катю принесло. Мир танцевальный зал. Звук вальсо раздался. И начался бал. Пара за парой, одна за другой. Здрасте, Настенька. Здрасте, голубчик. Ноги вытираетели Каде Михайловна. Тамара Васильевна дома? А куда я наденется? Ужас. Это можно было бы повесить, между прочим. Звук вальсо раздался. Какая ерунда с ребенком получается. Как будто бы я, вы знаете, вражий. Вы же сами никогда огонь не гасите, если хотите знать. Вы меня простите, пожалуйста, из-за ваших утюгов все пробки перегорают каждый раз. Как будто бы вы понимаете. Значит, девочки нет дома. А где Юра? Дура, Женя, что вы меня вообще-то спрашиваете? И где, и где? Что я вам должна отвечать? А может быть, вы жулики? Хорошее дело. У нас вот так вот, как раз в 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватились, а пианино нету. Что вы, какое пианино? Это же мой папа. Нам просто очень нужен Юрий. Ну же, я вам объясняю, говорю вам. Нет, Юрия дома нету. Я даже зашла сама, никого же не было. Записка у дверях висит. Я весь мяде рад, что он был бы дома, чтобы раз я вам... Дайте мне эту записку. Вы как будто бы не верите в него. Мне смешно, вы представляете, что я вас буду обманывать. Записка, вот вам записка возьмите. Пожалуйста, ведь сами людей обманывайте. Чтобы он здесь был, то говорите с ним вот за вечером. Одну минуточку. Сейчас. Скажите, пожалуйста, какой ваш телефон? Наши? Да-да. Наши телефон, наш, вы знаете, был от ЕС. Потом нас заключили, переключили на эту, на крутилку такую. Вы возьмите так трубку, когда покрутите, как вам в ухо загудить, так не набирать, какой вы хотите номер. Нет, я спрашиваю, какой номер вашего телефона? Ну, я же вам объясняю, я же объясняю вам. Вы возьмете, это ЕС, это ЕС КЕ, 37546, ну, леди, нет, ну, леди со старого телефона, 37546, КЕ. В Москве мне один дядечка позвонил, сказал, вы видели, что сегодня метро пусто, метро висок пусто, все, вот и подкидыш. Ну, это такая картина очень любимая. Она передается. Навечное. Вы поверите, что ведь это была первая картина о детях и для детей. Когда мы писали с бортом, то я придумала, что у нас будет играть Плята Ироневская. Каким образом и почему они действительно согласились. Шариш, начальник, вот этот мальчик говорит, что он ищет какую-то девочку. Он со своей собакой всех ребят на бульваре разогнал. Хорошее дело. Он же меня усю разогнал. Бегает, вы знаете, со своим бульваром. Вовсе это, во-первых, не бульдог, а овчарка. Все равно не имеете права, вы понимаете или нет? Он еще такую гадость на руках держит. Вы не кричите на мою собаку. На нее до шести месяцев кричать нельзя. Она нервная будет. Поганая она, ваша собака, вы понимаете или нет? Тише. Вы мне все нервы истрепали. Грязная, поганая собака. Гражданка. Смотрите, пожалуйста, на руках держит. В чем дело-то, гражданка? В чем дело? Бегает кругом, понимаете, со своим мопсом. Усюремя лает на меня. Смотрите, пожалуйста, у всех разогнал. Я ему говорю. Ну хорошо, хорошо. Вы, я вас прошу успокоиться. Подойдите сюда. Ну вы представьтесь. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Подойдите сюда. Вас что, собака покусала? Мне не покусала. Ну что же я бы допустила, чтобы меня собака кусала? Ну а что же она вам платье порвала? Мне не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она мне порвала платье. Я бы сама бы ее на куски порвала. Так для чего же вы сюда пришли-то? Ну вы же поймите же, никто не хочет идти, им некогда. Свидетелям, понимаете, как будто бы мне есть время. Мне, вы знаете, за вас не плачено по безналичному расчету. Мне девочка не кормлена, мне дежурство исполнять. Вы знаете, мы все укусили. Ну хорошо, гражданка, я вас прекрасно понял. Вы свободны. Да не свободна, дядя, ну когда же я свободна? Я же после выхода, я выходной. Вы знаете, после выхода нового, вы понимаете? Можете идти, гражданка, проводите. А сегодня эти годы исполняем. Я, вы знаете, все, вы знаете, всех, кто поставил эти... Хорошее дело, кто же за мои нервы мне отвечает? Пройдемте, гражданка. Вы знаете, сметану теперь, вы знаете, когда я достану? Учитель и часами ему же было одевать. Зачем мне не сказать? Вы можете, кстати, если вот сделать три разных домработицы? Ну нет, ну что вы, нет, уж вы этого не делаете. Слушай, у меня уже от вас аллергия сделалась. Опять от меня аллергия. Хорошо, мы пощадим друг друга. Лена Васильевна, а вы помните, вот как мы с вами пели в передаче «Будильник»? Берковский, Берковский, сметанка. Помню, совершенно забыла, абсолютно. Мы пели, мы запевали, а вы потом ответили. Нет, мы пели, пели, всем вместе, мы всем вместе пели, как ненормально шоу. Ну вот это вот, помните? «Джонетан Бинн», который купил. Ведя в черном бару. «Джонетан Бинн», который купил в прошлом году кендуру. «Джонетан Бинн», который скопил. Робок два сундука. Джонатон Билл, Джонатон Билл, Джонатон Билл, Который кормил фениками быка. Вот вспомнила. Джонатон Билл, который лечил Ячмень на левом глазу. Джонатон Билл, который учил по нотам петь козу. Джонатон Вилл, который уплыл в Индию, кто-то в шитрот, Так вот этот самый Джо Вилл, так вот этот самый Джо Вилл, Так вот этот самый Джо Вилл. Очень любил компот. Замечательно. Вы не слышали этого? Нет, я слышу. Вот теперь, когда не надо, я все вспомню. Кроме огромного количества откровений, содержащихся в вашей книжке, Есть один рецепт, есть ваше снотворное. Вы помните, если мне не спится, я лично считаю до трех. Ну, максимум до половины четвертой. Ну да, когда... В общем, очень многие читали книжку, к сожалению, их мало, этих книжек. Да, я не знаю, но этого нет. Или вы это рассказывали в будильнике. По телевидению было. По телевидению. Неважно, что вы это рассказали людям, как надо с этим справляться. Но в книжке, в книжку читали многие, у каждого свое впечатление. А вот книжку вашу прочитал один замечательный московский поэт. Это женщина, Юна Морец. И когда поэт прочитал, у нее возник образ и вашего существования, и значения для нашей жизни. И Сережа положил это на музыку, и вот вам маленький сюрприз. В самом деле, сюрприз, мы еще ни разу не пели это Рина Васильевна. Может быть, хорошего не пели. Может быть, Рина Васильевна, может, однажды можно пережить. Называется баллада о щепке. Рина Зеленая, в его детстве, в детстве каждого из нас, ну, как вот щепка, как заноза, вот, входит в сердце, и так на всю жизнь остается. Там, где в зеленый осколок стекла, детство глядит изумленное, по морю грозному щепка плыла, пламя целом не зеленое. В листьях ее улыбались дрозды, пчелы звенели губенчиком, пела душа путеводной звезды, песенку всем ее птенчикам. Если море клубится, и ветер оглох, листья улыбок давайте развертывать, если не спится, считайте до трех, если не спится, считайте до трех. Ну, максимум, до полчетвертая. Люди за веточку эту схватясь, выбраться могут из пропасти, с ней корабли, самолеты срастясь, с хохотом двигают лопасти. В дни, когда уши от страха торчком дыбом шевелятся волосы. Детским она шелестит языком, детским поэтом на голосом. Если море клубится, и ветер оглох, листья улыбок давайте развертывать, если не спится, считайте до трех. Если не спится, считайте до трех. Ну, максимум, до полчетвертого. В дни, когда счастье колотит хвостом, в бухте воображения. Я умоляю вас помнить о том, нет без чего продолжение. Если море клубится, и ветер оглох, листья улыбок давайте развертывать, Если не спится, считайте до трех. Если не спится, считайте до трех. Ну, максимум, до полчетвертого. А максимум? До половины четвертого тоже. Да, это же самое после до половины четвертого. Я хочу вот что спросить. Вы очень много мультфильмов озвучивали? Нет, не очень, но озвучивала я. А скажите, а есть из этого количества, которые вы озвучили, какие-нибудь ваши, так сказать, фавориты? Ну, есть, конечно, есть вещи, которые очень мне нравились. Ну, вот один из прелестных, по-моему, фильмов, не только потому, что это я, но и потому, что это я, Вовка в 39-м царстве. Это очень какое-то настоящее мультфильмовское очарование. Эй, двое из ларца одинаковых с лица. Здрасте! Привет. Ну, так вы что же, правда, все за меня делать будете? Ага. Ага, ну, тогда сделайте мне, во-первых, пироженое. Во-вторых, конфет. А, в-третьих, ну, загибайся. А, в-третьих, мороженого. И скорее, быстрее. Бусь, верно. Эй, 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 алло, стоп, стоп. И потом, ну, вообще, мне кажется, что мультфильмы еще не начинались. Это громадное искусство, к которому я, например, отношусь очень серьезно. И как актриса. Я очень хотела бы их видеть и в них участвовать. Ой, какой большой! Ой, какой большой, огромный! Ой, что уж он-то, конечно, не согласится быть моим папой. Подожди, подожди! Не плачь, чего ты тут плачешь? Я ищу папу! Ты ищешь папу? Да, ищу! У тебя нету ли, что ли? Нет! Совсем нету? Совсем? Ну, я не знаю. Я большой, а ты маленький. Я маленький. Но все-таки я согласен быть твоим папой. Я буду тебя учить. Я буду с тобой гулять. Прыгать ты умеешь? Умею! Ну, куда ты прыгаешь? Ну, что-то же весь запутался. Ай! Ну, кто бы тебя распутал, если бы у тебя теперь не было папы. Ну, пошли! Ирина, погодите, вы ведь озвучивали первые мультфильмы Василия Ливанова. И с ним же, и с Соломиным, играли в Шерлоке Холмсе. Было бы так интересно с ними повидаться. Знаешь, я ведь Ирина Васильевна Зеленую знаю всю жизнь. А я когда начал мультипликацией работать, ведь я решился на то, чтобы пригласить Ирину Васильевну озвучивать маленького львенка в мультфильме «Самый-самый-самый». Ты не представляешь, как я волновался и боялся до ее прихода. Я был в ужасе, что она войдет и мне, режиссеру фильма, скажет, «Васька, я был в ужасе». Но она все это знала, прекрасно понимала, в каком ее состоянии. И меня, как режиссера, никто из актеров так не поднимал, как Ирина Васильевна, когда она вошла. Ну, у нее вообще какое-то удивительное качество. Когда она вошла, по-моему, мы вместе были на съемки, там прекрасные были декорации в Шерлоке Холмсе, квартира, Бейкер-стрит, все чудно. Делегации водили людей смотреть, от детей до пенсионеров. Ну, так и настоящее кино такое. И все равно это была декорация, хоть там камин горел, все было. Стоило войти Ирина Васильевна, как эта декорация превратилась сразу в английскую квартиру. Все ожило. Да, что какое-то очень стало... Даже пыль, которая была, киношная пыль, стала такой английской сразу. Да, и сразу все стало по местам, стало ясно, что мы ее постояльцы, что она хозяйка. В ее руках вещи все ожили, приобрели какой-то смысл, свое назначение. Да, это удивительный качество актеров у некоторых. Это дар такой, эту атмосферу вносить от меня. Не нужно ее создавать, а сам актер приносит ее. И потом удивительно, что еще это ведь не просто хозяйка, это Англия возникла. Как? Как, Ватсон? И вы занялись этой гадостью? У Ирины Васильевны есть, в ее таланте есть удивительные черта. Вот бывают люди очень талантливые, очень одаренные, а с ними общине очень трудно. Они, как бы сказать, немножко как-то оскорбляют даже своей одаренностью. Они требуют немедленного принятия и оценки их талантливости. Арина Васильевна, она обладает, кажется мне, такой чертой, она всегда делает своего собеседника талантливым. То есть она всегда оперирует как-то к лучшим качествам человека, умеет их находить. Вообще у нее очень легко все идет, впечатляю, что она не затрачивается, какие-то все такое шуток много, как будто не работает. Но когда смотрели вот каждый кусочек, у нее из маленьких эпизодиков все сложено, вся ее роль. И каждый эпизодик уже сделан, он продуман даже текстово. Мой покойный супруг говорил, что это самый подробный атлас Британии. Здесь, в этом томе, вы найдете диваншир. Благодарю вас, вы очень внимательны. Да, это верно. Что же, ваш посетитель опять забыл свою трость. Ирина Васильевна приходилась вот по 8 часов, а даже и больше, до съемки это все одеваться, находиться в этом затянутом состоянии. И я бы ее определил, вот все ее поведение во время работы, во время съемки, такое вот упругое. Она, вот как ни странно, очень готовая все время к работе, в каждую минуту. И дело в том, что не то, что она даже готова, она это поддерживает и заражает всех остальных. Это и шутки, потому что, как бы-то, это и свойство ее характера. Она очень остроумная, очень легкая в этом плане. Но это все ее работа еще на ее существование во время съемки. Это ей необходимо. Поэтому вокруг себя она всех заражает, и съемка проходит незаметно. И она никогда не садилась. Она никогда не расстегивала, как обычно бывает, все рассупониваются, актершек легче было. Это естественное качество. Она всегда находилась в этой форме, всегда очень легкая и веселая. И казалось, что это ей ничего не стоит. Это поразительное такое человеческое и профессиональное качество, что меня и поразило, и как бы завидно становится. Ватсон. О, вы кто? Я миссис Хатсонсон. А, очень приятно. Здрасте, здрасте. Нет, 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 седло, я его туда оставлю. Вы ступайте, ступайте, ступайте. Ватсон, что вы скажете об этой трости? Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах Асиза Медведева, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше отражение в кофейнике. Кое-что вы рассказали для будущей картины, но, честно говоря, я ожидал большего энтузиазма. У меня энтузиазм появится, как только мы будем рассказывать картину о вас. Я буду тоже действовать с большим энтузиазмом. И вообще, конечно, если спросили бы вы меня совета с самого начала, я бы сказала, что, конечно, оно уже, но все-таки не стоит что делать. Не знаю. Мне было бы жаль отказаться от этой идеи. Снять фильм о Рине Зеленой. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok